Добрый вечер! Сегодня мы с вами рассмотрим аспекты, связанные с методологией объектно-ориентированного программирования в целом. До этого мы рассматривали, так сказать, некоторую часть объектно-ориентированного программирования, которая связана непосредственно с программированием на языке C++. Мы рассматривали, какие средства языка C++ позволяют поддерживать реализацию принципов объектно-ориентированной парадигмы. Но методология объектно-ориентированного программирования включает в себя также и другие аспекты, которые, как правило, предшествуют непосредственно написанию программной системы в виде кода на некотором объектно-ориентированном языке. В эти аспекты входят, во-первых, это разработка и анализ требований к системе, и дальше на основе этих требований, собственно, моделирование, объектно-ориентированное моделирование и проектирование программной системы. Понятно, что для простых каких-то программ, программных систем, ну, многие из этих этапов, они могут быть упразднены и, собственно, отсутствовать. Можно, там, если все понятно, можно приступать сразу к программированию. Но для сложных многомодульных программных систем, как правило, собственно, система, она проходит через вот эти вот этапы. То есть это сначала разработка и анализ требований, потом моделирование, потом проектирование. Сегодня мы также рассмотрим с вами элементы, связанные с языком объектно-ориентированного моделирования. Это UML, Unified Modeling Language, который позволяет, обеспечивает ряд средств визуального моделирования, что также довольно хорошо с точки зрения разработки и анализа требований к программным системам, с точки зрения взаимного понимания требований к системе между непосредственно заказчиком и разработчиками системы, чтобы зафиксировать, что все требования, все то, что должна делать система, они друг друга правильно понимают, разработчики и заказчики. Значит, собственно, напомним, что объектно-ориентированный подход в целом, он предполагает собой объектную декомпозицию системы, при которой ее структура описывается в терминах объектов реального мира и связи между ними. А поведение системы описывается в виде сообщений между этими объектами. То есть мы заменяем исходную проблему, исходную задачу предметной области, мы ее декомпозируем на ряд объектов, выделяем в ней ряд объектов, и переходим таким образом от реальной прикладной задачи к некоторой модели. Естественно, модель будет содержать не все свойства, не все характеристики исходной задачи, а только те, которые важны с точки зрения реализации данной прикладной системы. То есть мы заменяем объекты реального мира формальными конструкциями, и в этих конструкциях выделяем необходимые элементы, и в процессе разработки программной системы эти элементы, они все более уточняются и уточняются. То есть на этапе анализа требований это могут быть просто некоторые задачи, некоторые сценарии функционирования системы выделяться, и в этих сценариях могут упоминаться какие-то объекты, какие-то сущности, с которыми эта программная система работает. То потом в дальнейшем в результате моделирования и проектирования эти сущности все будут более и более уточняться, конкретизироваться, будет фиксироваться, какими именно сообщениями они могут обмениваться, какие, собственно, поля, какие данные должны содержать эти сущности, какое поведение они должны иметь. И за счет этой конкретизации мы таким образом будем уже переходить от моделей, то есть сначала мы переходим от исходной задачи прикладной к моделям, потом, уточняя модели, мы, собственно, переходим к написанию, к проектированию и затем к написанию программной системы. Значит, таким образом, модели, они позволяют четко выделить все зависимости и операции в программной системе, и правильно, правильно, хорошо составленные модели, особенно визуальные, они позволяют, собственно, упростить процесс реализации программной системы в целом, сделать, чтобы потом меньше было каких-то доработок после того, как прототип системы готов с точки зрения заказчика, то есть с точки зрения того, что что-то было реализовано не так, как хотелось бы. Поэтому, как бы, этап моделирования, он для больших программных систем имеет довольно важное значение. Значит, итак, объектно-ориентированный подход, он в целом состоит обычно из трех этапов. Это объектно-ориентированный анализ, который в себя включает анализ и формулирование, и анализ требований к программной системе, и ее первоначальное моделирование каких-то ее сценариев функционирования. Объектно-ориентированное проектирование. В этом нам тоже, ну, как один из, собственно, может помочь вот этот вот язык визуального моделирования UML. То есть он позволяет и проект программной системы в более-менее детализированном виде уже составить. И, собственно, третий этап — это непосредственно объектно-ориентированное программирование. Здесь, ну, рассматривался язык C++, и как в нем поддерживаются принципы объектно-ориентированной парадигмы. Ну, он, естественно, не единственный язык объектно-ориентированного программирования. Так же, как и UML — не единственный язык объектно-ориентированного моделирования. Сейчас есть и другие. Просто это как бы некоторый пример того, как можно визуально моделировать сущности и поддерживать объектно-ориентированную методологию. Собственно, сама по себе вот эта вот в целом методология, она позволяет снизить сложность разработки за счет вот такого вот поэтапно-итерационного процесса формулирования, уточнения требований и фиксирования моделей, фиксирования проекта, системы. Позволяет повысить надежность программного обеспечения с точки зрения того, что все было согласовано и правильно реализовано между разработчиками и заказчиками. Обеспечивает возможность модификации отдельных компонентов системы, но это в целом одна из основных идей объектно-ориентированного подхода, что мы декомпозируем. То есть программная система — это вообще в целом одна из самых сложных, одна из самых сложных сущностей, которая создавалась человечеству. За счет объектно-ориентированного подхода мы можем, собственно, в целом сложную задачу декомпозировать на отдельные обособленные части. И вот эта правильная первоначальная декомпозиция, то, как мы выделим эти части, она позволяет как раз потом их легко модифицировать, если нужно внести изменения в отдельную часть, в ее реализацию, то никакие другие части при этом даже, может быть, и затронуты, не будут затронуты, если у нас правильно спроектированные интерфейсы будут между этими обособленными частями, которые части выделяют по правилам, чтобы они были как бы сильно связаны между собой, но при этом имели слабую связанность с другими частями программной системы. И в этом случае, соответственно, у нас получается, что легкая такая, ну, относительно возможность модификации отдельных компонентов. А это довольно важно, потому что, как мы отметим в конце, любая программная система, которая реально будет применяться, она после того, как она написана, она потом еще претерпевает некоторые довольно большие модификации уже в результате сопровождения этой программной системы. Так, ну и отметим возможность повторного использования отдельных компонентов программного обеспечения. То есть мы можем, например, писать одну некоторую программную систему, которая, например, будет использовать, ну, которая должна быть основана на методах, скажем, машинного обучения, которая должна реализовывать какие-то алгоритмы обучаемые для решения своих задач. Мы можем взять и вот эту вот алгоритмическую часть, которая нужна для этой системы, ее вынести в отдельный модуль, в отдельную библиотеку. А потом, например, у нас через какое-то время понадобится писать прикладную систему для, собственно, схожей задачи, но в другой области. И мы можем повторно использовать вот эти вот созданные алгоритмические компоненты, например. Ну и не только алгоритмические, и, соответственно, другие. И вот, собственно, правильное проектирование, оно позволяет обеспечить такие преимущества. Значит, основа объектно-ориентированной методологии это, собственно, сам объект. Вот Гради Буч в своей книге «Объектно-ориентированная анализа и проектирование». Кстати, как бы, в принципе, очень неплохая книга, можете ее посмотреть, если будет время. Он определяет объект как мыслимую или реальную сущность, обладающую характерным поведением, отличительными характеристиками и являющуюся важным в предметной области. То есть из таких соображений мы выделяем, осуществляем первоначальное выделение объектов при рассмотрении какой-то прикладной задачи. Каждый объект имеет определенное время жизни. Объекты, они потом, собственно, переведутся в переменные нашей программной системы. И как и переменные, они будут иметь определенное время жизни. Они могут создаваться, могут уничтожаться в процессе функционирования. Они имеют состояние, обладают четко определенным поведением и уникальностью, идентичностью. То есть каждый созданный объект, он отличим от всех остальных объектов системы. Поведение объекта выражается в действиях и реакциях объекта. То есть это то, каким запросом может удовлетворять объект. То есть это некоторый интерфейс здесь может подразумеваться под поведением. Это видимая извне активность объекта. Ну то есть как бы здесь имеется в виду, то есть это в терминологии языка C++, который мы рассматривали, это по сути интерфейс класса. То есть это то, что мы, поведение, поведение объектов, это видимое извне, то есть это то, что мы выносим в паблик-часть, вот это вот интерфейсная составляющая. Уникальность объекта — это то, что отличает его от всех остальных объектов. И состояние — это совокупный результат поведения. То есть у нас есть класс, в нем есть некоторая вот эта интерфейсная функциональность, и она может менять структурные составляющие объекта, то есть менять характеристики полей объекта. И в результате объект, он изменит свое состояние. То есть изначально объект создается, он, например, там может создаваться конструкторами по умолчанию, может там создаваться какими-то другими конструкторами с параметрами. А потом мы применяем к этому объекту некоторые действия. применяем, соответственно, те функции, которые для него определены, для которых с ним могут выполняться. И они его переводят в некоторое другое состояние. То есть его набор свойств при этом изменяется при переходе из состояния в состояние. Вот. В любой момент времени это состояние, оно включает в себя перечень свойств объекта, он, это перечень, как правило, статический, ну с точки зрения статический, в плане того, что он определен типом, он определен в классе, при реализации класса. И текущие значения этих свойств, текущие значения, они в каждый момент времени, соответственно, могут изменяться путем функций, позволяющих работать с объектами данного класса. Собственно, класс — это шаблон поведения объектов определенного типа с заданными параметрами, которые определяют состояние этого объекта, то есть определяют набор его свойств. Соответственно, все экземпляры класса, то есть это, по сути, переменные объекты класса, они имеют один и тот же набор свойств и одинаковое поведение, то есть функциональность у них одинаковая. Запросы, которые мы можем посылать объекту, они определяются его интерфейсом, и этот интерфейс как раз определяется в классе, определяется в типе объекта. Все объекты, которые мы потом создадим на основе этого класса, то есть объекта этого типа, они будут иметь все этот общий интерфейс. То есть можно представить вот таким вот образом. Вот у нас имя класса и его интерфейс. Основные принципы объектно-ориентированного подхода следующие. Это абстрагирование, инкапсуляция, иерархия, агрегирование и наследование и полиморфизм. Значит, мы с вами подробно рассмотрели полиморфизм, инкапсуляцию, наследование. Что здесь еще выделяется? Здесь еще выделяется в целом абстрагирование, то есть это переход от прикладной задачи реального мира, вот самый первоначальный переход, когда заказчик ставит задачу, когда говорит, что вот у нас должно все работать как-то вот так, мы пытаемся в этой постановке задачи выделить некоторые абстрактные сущности, то есть абстрагироваться, то есть уйти от ненужных нам характеристик, а оставить только нужные, зафиксировав их в первоначальных моделях. Это иерархия. Иерархия здесь имеется в виду не в плане наследования, а в плане разбиения задачи на уровне. То есть это разные варианты разработки модели, может быть разработка модели итерационная, то есть модели могут постепенно уточняться. Можно здесь рассматривать разные уровни программной системы, то есть это уровень общения с пользователем, это уровень алгоритмический, это уровень базы данных, то есть то непосредственно, как будут храниться элементы, как будут храниться объекты программной системы на физическом уровне. Это уровни в плане того, в плане разбиения на каких физических устройствах будут работать различные модули системы, то есть некоторые системы подразумевают, как вы понимаете, клиентскую часть и серверную часть. И об этом всем, собственно, мы должны задумываться при разработке программной системы, при ее моделировании. Вот, значит, такие вот основные принципы. Значит, инкапсуляция позволяет связывать код с обрабатыванными их данными и разделяет, собственно, внутреннюю реализацию объекта, внутреннюю реализацию класса, которая извне не должна быть доступна, и внешнюю, которая должна быть доступна извне, и, скорее всего, она должна быть зафиксирована так, что при каких-то изменениях в самом классе, в самой его, допустим, алгоритмической части, интерфейс, он должен быть задействован по минимуму изменен, поскольку этим интерфейсом, то, что мы выделяем в интерфейс, уже будут пользоваться другие сущности, другие классы, и чтобы, соответственно, какие-то изменения, они не повлекли серьезные последствия в целом в рефакторинге, реструктуризации программной системы. Значит, инкапсуляция, да, позволяет, собственно, скрывать внутреннее представление и открывать интерфейс, доступный для других сущностей. Наследование позволяет, способствует повторному использованию кода и позволяет новым классам использовать структуру и поведение уже существующих, то есть каким-либо образом расширять их. Если мы знаем, что с точки зрения семантики у нас новый создаваемый нами класс, он в каком-то виде расширяет структуру и поведение уже существующего или существующих, то, соответственно, стоит применять наследование при проектировании и потом при реализации программной системы для того, чтобы она была более понятной, более как бы хорошо структурированной и заодно сокращение программного кода, который потом будет создаваться, поскольку у нас получается возможность повторного использования вот этой вот структуры и поведения определенного базовых классов. Агрегация. Агрегация – это когда у нас в объекте некоторого класса содержится подобъект других классов, то есть мы позволяем делать такие уровни структурирования. У нас есть какие-то классы и их объекты, а дальше мы создаем объект больший, как бы более крупный, который вмещает, включает в себе вот эти подобъекты более мелких классов. И это тоже как бы вот такая структура, она позволяет, соответственно, реализовывать более четко создавать модели и проекты программных систем. Так, значит, ну наследование – это реализация иерархии общая частная, как правило. Подклассы обычно дополняют и переопределяют унаследованную структуру и поведение. Переопределение, значит, здесь подразумевается то, что мы можем что-то унаследовать просто так, то есть у нас какое-то поведение базового класса, оно мы знаем с точки зрения того, как это должно быть, сохраняется в производном в неизменном виде, а какое-то поведение мы можем подменить, то есть мы можем определять как бы функции с теми же именами, но с другой реализацией. Так, значит, ну и таким образом получается написание более гибкого кода и более эффективного. Полиморфизм позволяет нам называть типизированно разные, но семантически одинаковые, алгоритмически схожие сущности, называть их одинаковыми именами. И, соответственно, здесь мы с вами выделяли статический полиморфизм, который просто позволяет, ну вот, как бы эти одноименные сущности использовать в одной области видимости, и более сложный динамический полиморфизм, который связан с предыдущим принципом, с принципом наследовании, когда мы можем разным образом за счет общего интерфейса работать с объектами производных классов, работать через интерфейс базового класса. Так, далее, значит, собственно, сами классы, это вот капсуляция, полиморфизм, наследование, оно, ну, эти принципы, они как бы активно используются при разработке самих классов и самих их внутренней структуры. Если рассматривать проект системы в целом, если рассматривать в целом модель программной системы, то у нас получается, как правило, если это не такая, не совсем простая программа, состоящая там из одного-двух классов, то, как правило, программная система, она состоит из множества классов, и между этими классами могут существовать разные отношения. Вот, в частности, значит, ну, начнем с отношений ассоциаций или агрегаций, которые выражают структурные, составляя структурные отношения между классами, что один класс включает в себя под объекты некоторых других классов. Это отношения обобщения наследования и отношения зависимости. Но отношения зависимости — это, по сути, просто отношения использования. То, что один класс пользуется интерфейсом другого класса, а третьего класса интерфейсом, например, не пользуются, то есть от него он независим. Вот. Все эти отношения, они, ну, вот, в рассмотрении, например, моделирования с применением языка и UML, они лягут на, в основном, диаграмм при моделировании, именно диаграмм классов. Все эти отношения на них можно будет изобразить. Значит, собственно, объектно-ориентированное моделирование. Это, как правило, этап предшествующий программированию для больших систем, и, собственно, он как раз заключается в переходе от прикладной задачи реальной к ее модели. Модели особенно хороши, когда они могут хорошо визуально представляться, чтобы можно было, соответственно, согласовывать то, как эти модели должны работать. И вот одним из языков визуального моделирования является язык UML, Unified Modern Language, который позволяет визуализации, специализированию, конструированию и даже документированию элементов программных систем. То есть, по сути, он поддерживает весь процесс создания, весь процесс жизненного цикла программной системы. Так, значит, он язык визуального моделирования, что позволяет упростить понимание, согласовать терминологию и сделать обсуждение более конструктивным, чтобы потом были меньшие проблемы при сопровождении программной системы, при ее, собственно, уже применении. В результате объектно-ориентированного анализа и проектирования мы можем получить хороший проект программной системы и как бы такой, что потом будет удобно и тестировать, и отлаживать, и впоследствии развивать и применять. Так, значит, собственно, этот язык, он предназначен для определения проектирования и документирования программных систем. И собой он представляет следующее. Это стандартный набор нотаций и диаграмм, через которые, как правило, проходит жизненный цикл программной системы. То есть, при ее моделировании не обязательно все из этих диаграмм. Но часть таких диаграмм, она, как правило, для больших систем всегда используется и создается в каком-то виде. То есть, может быть, и с применением какого-то аналогичного языка, но все равно при разработке системы в целом вот эта вот составляющая, она довольно часто присутствует. Значит, ну, начнем мы с рассмотрения диаграмм, которые всегда присутствуют при моделировании программных систем. Собственно, это один из основных видов. Это диаграммы классов, которые позволяют описать систему в ее статическом состоянии, описать типы объектов систем, определить их составляющие члены данной и их интерфейс, их поведение, то, собственно, на какие запросы объекты данного типа могут отвечать. На диаграмме классов также изображаются, собственно, связи, отношения между объектами. Значит, ну, вот элемент диаграммы классов в нотации языка E-mail, как правило, может выглядеть примерно таким образом. Ну, класс изображается в виде такого прямоугольника, ставящего из трех частей. Это имя класса, это атрибуты класса и функции класса. Здесь же может помечаться, собственно, признаки видимости атрибутов, открытые, закрытые, защищенные, и то же самое для операций. Здесь может указываться, вот детализация классов, она может быть различной, то есть это может начинаться с того, что мы просто определили типы, ну, определили имя класса, определили, какие он будет поля содержать, и все. А можем определить и типы этих полей, и определить для операций здесь тоже задать, какие у них будут аргументы, то есть задать какой-то первоначальный интерфейс этого класса. Вот, значит, это был один элемент. Теперь, собственно, диаграмма классов в целом. Она вот может выглядеть примерно таким образом. На ней изображаются эти классы с разным уровнем детализации в зависимости от этапа вот этой вот итерационной разработки модели программной системы, и отношения между классами. Значит, отношения, мы говорили, это может быть обобщение, например, ну, обобщение, по сути, наследование, отношения, связывающие сущность, родительский класс, общую сущность с ее конкретными потомками. Обобщение, оно изображается на диаграммах классов, как правило, стрелочкой наверх, то есть стрелочкой от потомка к предку. Значит, ну вот, то есть у нас, например, может быть клиент, клиент корпоративный, клиент частный. Это может быть отношение ассоциации, то есть у нас, если, у нас есть клиент, и клиент может составлять заказы. Заказ без клиента он существовать не может. И разновидность отношения ассоциации – это отношение агрегации. Когда у нас вот этот вот класс, он полностью в себя включает этот подкласс. То есть здесь у нас клиент, он мог существовать без заказов, в принципе, а строка заказа, она может существовать только в рамках конкретного заказа. То есть это составляющая, одна из составляющих вот этого вот класса. И отношение зависимости, то есть отношение использования, согласно которой получается, что изменение в спецификации, в интерфейсе одного из элементов, оно обязательно влечет за собой изменение в спецификации другого, использующего его элемента. Значит, относительно ассоциации, на диаграммах классов можно даже изображать более детальные характеристики собственно этого рода, этого вида отношений между классами. Можно отображать множественность ролей, то есть здесь изображается, что одному клиенту может соответствовать, собственно, несколько заказов, от 1 до n заказов. Ну, одному заказу с точки зрения как бы логики разрабатываемости не может соответствовать несколько клиентов. То есть не делается так, что один заказ там захотят сделать одинаковый заказ, захотят сделать несколько клиентов. Такую связь ее не предусматривают. Значит, здесь можно даже отмечать, собственно, метки роли и направления ассоциации. То есть, что у нас заказ, клиент формирует заказ, а заказ формируется клиентом. Следующий вид диаграмм, который тоже довольно часто используется при разработке программных систем, это диаграммы использования. Они, как раз с них обычно все начинается. Они описывают функциональность программной системы, как бы сценарии ее функционирования, которые видны внешнему пользователю. И эта функциональность, она изображается в виде так называемых прецедентов использования, use case. прецедент — это типичное взаимодействие, то есть сценарий взаимодействия, типичное взаимодействие между внешним пользователем и системой. Он описывает некоторую видимую внешним пользователем функцию, может представляться, как и все другие диаграммы, в различных уровнях детализации и обеспечивает достижение конкретной цели, то есть это сценарий работы с системой, который будет конкретную цель, важную для внешнего пользователя, поддерживать. Значит, на этих диаграммах изображаются они примерно так, то есть изображаются внешние пользователи в виде вот таких человечков с именами, сами прецеденты изображаются в виде овалов, и здесь подписывается, собственно, общая цель прецедента — сформировать заказ, оценить риск сделки, согласовать цену и так далее. На этом виде диаграмм отношения, которые присутствуют, которые отображаются, это отношение расширения, когда у нас один прецедент подобен другому, но имеет несколько большую функциональную нагрузку. В этом случае, опять же, с точки зрения повторного использования, не обязательно создавать новый прецедент, а можно нам сказать, что вот этот прецедент он расширяет тот прецедент и просто на него сослаться. И это отношение использования, то есть когда мы в этом сценарии обязательно используем вот этот сценарий, то есть без реализации вот этого сценария, этот сценарий он существовать не может. То есть это некоторый фрагмент поведения, его выносят отдельно ввиду того, что он применяется, включается в разные сценарии. То есть если бы он был только в одном из сценариев, то, скорее всего, не стоило бы на вот этой диаграмме создавать отношение использования, а стоило просто его включить в тот сценарий, в котором он присутствует. А вот если он, некоторый фрагментик, он включается в нескольких сценариях, то тогда лучше его вынести отдельно, и так будет нагляднее с точки зрения, собственно, модели программной системы. Так, значит, это диаграмма использования. Диаграмма взаимодействия. Это, по сути, реализация диаграмм использования. То есть каждая диаграмма взаимодействия, она соответствует некоторому сценарию, ну, может, соответствует некоторому сценарию, некоторому прецеденту в диаграммах использования. Они изображаются, как правило, в виде объектов. Они могут быть представлены, в принципе, в виде двух видов диаграмм. Это диаграмма последовательности и кооперативные диаграммы. На них изображается последовательность передачи сообщений между объектами для реализации как какого-то варианта использования. То есть вот возьмем некоторый вариант использования, и для него мы можем написать, ну, как правило, пишут, реализуют один из видов диаграмм, его достаточно, поскольку вот эти два вида диаграмм, они полностью, ну, должны быть полностью сопоставимы. То есть на них изображается одно и то же, но в разных вариантах визуального представления того, что там отображено. Диаграмма последовательности, например, она такая довольно удобная диаграмма с точки зрения представления вот прецедента сценария. Она изображает объекты, их линии жизни, то есть линия жизни, она задает, по сути, последовательность передачи событий, что раньше, что позже передается. И, собственно, те сообщения, которые могут передаваться между объектами. Эти сообщения, они потом лягут, могут лечь в основу интерфейса при создании класса. Значит, собственно, что здесь может быть? Здесь может быть самоделегирование, так называемое, когда мы посылаем запрос самому себе. Здесь, ну, собственно, сами сообщения, они изображаются на стрелочках между линиями жизни. Последовательность времена передачи этих сообщений, она изображает, собственно, сверху вниз на линиях жизни, то есть здесь раньше, здесь позже. Также здесь могут быть при сообщениях отмечены, ну, тоже в разной степени детализации, могут быть отмечены условия, условия того, что эти сообщения нужно или не нужно посылать. Ну и кооперативные диаграммы, они соответствуют диаграмме использования, то есть на них будут изображены те же самые объекты, те же самые сообщения. Но здесь вместо того, чтобы временную последовательность задавать на линиях жизни, мы ее здесь задаем в виде нумерации, то есть, соответственно, чем раньше, тем цифра будет здесь меньше. Ну, а там 1, 2, 1, 1, собственно, это как бы некоторые более крупные части сценария, а здесь как бы некоторые их, еще когда мы в большую детализацию элементов некоторого сценария уходим. Значит, следующий вид диаграмм, который используется при моделировании программных систем, это диаграмма состояний. Значит, диаграммы состояний, они используются уже, как правило, при разработке довольно сложных программных систем, и они предназначены для описания одного поведения одного объекта в нескольких прецедентах, то есть в нескольких вариантах или сценариях использования. Значит, на них изображаются состояния, в которых может находиться объект, а также процесс смены этих состояний, то есть переходы и условия этих переходов. Значит, начальное, конечное состояние, как правило, изображаются в виде кружочков, а остальные состояния изображаются в виде таких скругленных прямоугольников, в которых мы пишем само состояние, а на стрелочках с условиями перехода, соответственно, мы пишем, в каком случае мы переходим из одного состояния в другое. Далее тоже для довольно сложных систем, даже еще более сложных, которые включают в себя поведение с множеством параллельных процессов, используются такие диаграммы, как диаграммы деятельности, которые изображают потоки управления, переходы потоков управления от одной деятельности к другой деятельности. И с точки зрения параллельных процессов на таких диаграммах, вот такими линиями изображаются линейки синхронизации, то есть, собственно, к этому моменту должно быть выполнено то, что перед этим находится. То есть, например, с точки зрения заказа, его имеет смысл, прежде чем заказ не оплачен, соответственно, его резервировать или отправлять смысла не имеет. Ну и там повторно заказывать товар, чтобы он был на складе. То есть сначала нужно проверить вот это условие и синхронизироваться. Также здесь могут изображаться в виде таких ромбиков, собственно, сами условия, ну и на стрелках подписаны различные результаты этих условий. Диаграмма компонентов позволяет изобразить модель системы уже на физическом уровне, то есть то, как элементы программной системы будут располагаться физически. Эти физические сущности, они могут уже располагаться на разных устройствах, то есть там может быть одна часть, один компонент на стороне сервера, один компонент на стороне клиента и так далее. То есть это представление системы на физическом уровне. Итак, значит, собственно, язык UML — это один из языков визуального моделирования, который позволяет обеспечить поддержку всех этапов жизненного цикла разработки программных систем, и для этого он представляет ряд удобных графических средств, представленных в виде диаграмм, вот таких вот различных диаграмм, которые мы рассмотрели. Далее мы рассмотрим аспект, связанный с разработкой и анализом требований к системе, каким образом мы фиксируем, когда у нас, допустим, рассматриваем заказчика, который хочет создание какой-то программной системы, каким образом, с чего мы начинаем фиксацию требований к этой программной системе. Начинаем мы с так называемой модели бизнес-прецедентов, который описывает бизнес-процессы будущей системы именно с точки зрения внешнего пользователя, то есть отражает взгляд как бы извне. Мы, это может быть просто как бы единое назначение этой программной системы сначала на самом первом этапе детализации и те сущности, которые с этой системой будут взаимодействовать. Далее в более детальной разработке бизнес-модели мы, собственно, вот это ее целевое назначение, начинаем разбивать на, собственно, бизнес-прецеденты, которые описывают только, что нужно делать, то есть не описывается, как это уже на уровне разработки самой системы, и описываем, по сути, действия с точки зрения какого-то из исполнителей просто в таком обобщенном виде. Затем далее выполнение каждого прецедента описывается, как правило, в виде диаграмм деятельности с указанием исполнителей и последовательностью выполнения соответствующих бизнес-процессов. И, значит, потом, следующим этапом разработки модели бизнес-объектов, значит, следующий этап — это разработка модели бизнес-объектов, где мы уже будем выделять объекты, которые потом, возможно, лягут в основу создаваемой программной системы, то есть мы на предыдущих шагах мы в целом рассматривали исполнителей, то есть все те, кто имел какое-то отношение к программной системе, а на этом этапе мы уже начинаем отделять те сущности, которые будут являться внешними по отношению к программной системе, и те, которые являются внутренними, и, собственно, их взаимодействие с объектами, которые, собственно, отображаются на этой модели. Далее разрабатывается некоторая концептуальная модель данных, то есть это просто название классов и некоторые структурные связи между ними. И, собственно, далее вот эта модель, бизнес-модель, она ложится в основу разработки требований к системе, то есть разработку модели уже системных прецедентов, не бизнес-прецедентов, то есть не с точки зрения внешнего пользователя, а как бы сценариев с точки зрения уже внутренней логики самой системы. Каждый из таких системных прецедентов, как правило, описывается в следующем виде, в виде вот таких вот разделов. Изначально при общении с заказчиком вот эти все аспекты, они, как правило, фиксируются просто в словесном виде, но обязательно, то есть для каждого сценария обсуждаются вот такие вот моменты. То есть это, собственно, краткое его описание, это предусловие, то есть необходимые состояния, в которых этот сценарий может начаться. Это постусловие, ограничения, основная последовательность действий сценария, какие-то альтернативные его ответвления и так далее. Значит, далее это все ложится вот в такую модель, которую мы уже видели, в принципе, когда рассматривали диаграммы вариантов использования языка UML. Здесь мы, собственно, между вот этими выделенными сценариями изображаем отношения, которые имеются. И, значит, в итоге на основе первоначально созданной модели бизнес-прецедентов, бизнес-модели, мы переходим к модели системных прецедентов, вот примерно таким образом. То есть вот исходные бизнес-прецеденты, они могут перейти в целые подсистемы, разрабатываемые программные системы, то есть подсистемы или модули еще. Соответственно, внешние и внутренние исполнители — это просто исполнители, и процессы, которые здесь были зафиксированы, они станут системными, которые необходимо выполнять, они станут системными прецедентами или сценариями использования системы. Для каждого сценария или для каждого варианта использования разрабатывается диаграмма последовательности, на которой мы отображаем сами объекты и сообщения, позволяющие им взаимодействовать, для реализации некоторого выделенного, некоторого зафиксированного сценария. Потом далее переходим к разработке диаграммы классов, при этом уточняя, при этом детализируя на основе диаграмм последовательности, на которых сами объекты были зафиксированы, выделены. Дальше мы переходим к разработке диаграммы классов, но естественно, разработка диаграммы классов требует уточнения того, что у нас было описано в вариантах использования, то есть здесь мы стараемся уже гораздо больше детализировать внутреннюю структуру объектов, то есть во вариантах использования объекта, а не просто представлены так, что вот, ну как бы они просто выделены, что это отдельный вот тип, отдельные объекты отдельного типа, то здесь мы стараемся уже во внутреннюю структуру внутреннюю структуру более детально реализовать. Но при этом вот эта часть, если она как бы уточняется сильнее, то часть, которая интерфейсная, она все-таки из варианта использования. Главным образом уже при хорошо составленных вариантах использования она уже должна быть понятна. То есть это, по сути, те запросы, которые передаются между объектами, и на которые объекты должны уметь корректно реагировать. Далее после этого идет разработка модели базы данных. Модель базы данных разрабатывается на основе ранее созданной модели классов. При этом как делается? Если базу данных представить в виде совокупности таблиц, то довольно часто класс, это поражается, каждому классу соответствует одна таблица, поскольку класс соответствует одному типу и имеет один и тот же набор атрибутов. Атрибуты ложатся в столбцы этой таблицы. Соответственно, ассоциации, которые присутствовали между классами, они преобразуются в совокупность таблиц. То есть, например, если была ассоциация «многие ко многим», то ее просто отобразить как-то на структуру базы данных нельзя. Для этого создается, например, может создаваться некоторые вспомогательные таблицы, которые реализуют связи между исходными объектами. Значит, далее мы на этапе уже разработки модели базы данных синхронизируем все ранее созданные модели. То есть здесь как бы нужно добиться полной согласованности исходной логической модели классов и проекта базы данных и самих классов. Дальше мы получаем проект базы данных. Здесь нужно отметить такой момент, что если у нас есть некоторая иерархия в классах, то есть у нас наследование реализовывалось, то оно может в виде модели базы данных реализовываться вот следующими способами. Это может быть либо одна таблица на каждый класс из этих, либо одна таблица на всю иерархию. Но тогда, понятное дело, раз это наследование, классы-наследники, они расширяют базовые классы, то тогда если на всю иерархию одна таблица, а свойства, то есть атрибуты, которые ложатся в заголовке столбцов таблицы, они должны быть общие, тогда какие-то поля будут не заполнены у базовых классов при вот такой структуре, когда одна таблица у нас получается на всю иерархию классов. В результате мы получаем детальное описание проекта базы данных, и вот в проекте базы данных также отображаются структурные отношения между объектами, ну и что здесь еще, прайма реки, первичный ключ базы данных тоже, выделяется какое-то поле, которое отвечает за уникальность, за идентичность каждого из объектов, то есть, ну, например, это может здесь быть идентификатор пациента, он выделяется в качестве первичного ключа, ну, а все остальные поля, они просто уточняются и как-то ложатся на типы, предоставляемые СУБД, то есть системы управления базами данных. То есть может быть так, что нам какие-то типы, они будут немножко по-другому называться, то есть в языке программирования могут быть у нас одни типы, а в, собственно, в базе данных они могут быть немножко другие. Вот. Ну и, наконец, отметим, что вся вот эта разработка программного обеспечения, моделирование, нужно ее проводить очень последовательно и тщательно, потому что в большинстве программных систем, в абсолютном большинстве, очень большой процент стоимости их разработки приходится на сопровождение. И приходится она примерно в таких пропорциях, то есть вот главным образом это на изменение требований пользователей, изменение в формате данных. Поэтому при разработке программной системы нужно ее стараться уже изначально писать гибкой и такой с расчетом на дальнейшую модификацию для таких случаев, чтобы потом приходилось меньше изменений в нее вносить при изменении вот этих вот требований. Так, тогда на сегодня все. Спасибо за внимание. Не забудьте зарегистрироваться на лекциях. Если есть какие-то вопросы по лекции или домашним заданиям, подходите. Следующее домашнее задание также выложено в блоге.